Приветствую вас, дорогие ребята, на моем очередном видеоуроке по учебнику Spotlight 2 класс. Меня зовут Анна Олеговна и мы начинаем. Сегодня продолжение темы My Toys, мои игрушки. Я надеюсь, вы хорошо выучили новые слова и тренируем наши предлоги тоже. Итак, number one, прочитай слова, составь предложение, скажи, что изображено на картинках. Здесь мы повторяем слова. Смотрите. И картиночки, да, pictures, по-английски картиночке pictures, a, b, c. Number one, it's a, смотрите, мы говорим не просто слово там, ballerina, teddy bear, toy soldier, а мы уже говорим, это балерина, это медвежонок. Мы уже учимся с вами с самого начала говорить предложениями, не просто отдельными словами, да. Итак, начинаем. Вот у вас внизу есть образец, как начинается наше предложение. It's a, и под буковкой a, it's a, я надеюсь, вы уже сказали, ballerina, good. Дальше, под буковкой b, it's a toy soldier, good. Под буковкой c, it's a teddy bear, good. It's a teddy bear. Всего лишь три словечка простых. Дальше, упражнение номер два. Прочитая предложение, выбирая нужный предлог. Итак, teddy bear. У нас есть toy box, number two, table, and number three, shelf. Полочка, да, я надеюсь, вы тоже запомнили это новое слово. Итак, number one. The teddy bear is. И нам нужно выбрать on the toy box или in the toy box. Давайте вспомним, приготовили ваши ручки с прошлого урока. Как мы запоминали. Если вот это наш стол, мы говорим on, in, under. On, in, under. On, in, under. On, in, under. И быстрей, 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 да? Итак, если мишка у нас в коробке, внутри чего-то, то мы говорим. Выбрали уже правильный вариант? The teddy bear is in the toy box. Good job! In the toy box. Умнички. Number two. The teddy bear is on the table или же under the table. On the table, under the table. On, under. On, under. И ответ уже очевиден, да? The teddy bear is on the table. Good. Number three. The teddy bear is under the shelf или on the shelf. И по картиночке, конечно, все понятно. The teddy bear is under the shelf. Under the shelf. Умнички, молодцы. Давайте еще с вами потренируемся. Look. This is a box. This is a small box. And this is a chimp. Yes? This is a chimp. A small toy chimp, мы можем сказать, игрушечная обезьянка. Toy chimp. Сейчас я буду вам задавать вопросы и располагать обезьянку в разных-разных местах коробочки, да? А вы мне будете отвечать. It's in the box. Или it's on the box. Или, кто хочет посложнее, можно сказать. The chimp is on the box. Да? Вот так же по такому же образцу, как мы сейчас говорили. The teddy bear is on the table. Смотрите. Я вам спрашиваю. Where is the chimp? Where is it? А ваша задача сейчас ответить, когда я сделаю паузу. It's on the box. Или the chimp is on the box. То есть мы можем сказать слово обезьянка, да, шимпанзе. Или мы можем сказать она, на коробочке. It's on the box. Молодцы. Next. Where is the chimp now? Where is it? It's in the box. Yes, look. It's in the box. Okay. Where is the chimp? Where is it? It's under the box. It's under the box. Good. Again. Where is the chimp? It's in the box. Good. Where is the chimp? It's under the box. Where is the chimp? It's on the box. Where is the chimp? It's in the box. Where is the chimp? It's on the box. Where is the chimp? It's in the box. Where is the chimp? It's under the box. я пыталась вас запутать и спрашивала вас все очень быстро и надеюсь вы также быстро мне отвечали 5 но теперь вы совсем большие молодцы справились и напоследок нам нужно будет спеть песенку access number three спой песенку сопровождая ее движениями и так как обычно давайте ее разберем toys for me игрушки для меня toys for you игрушки для тебя toys for everyone игрушки для каждого a pink ballerina розовая балерина a blue toy soldier голубой игрушечный солдатик we are all having fun мы все веселимся и второй куплет toys for me игрушки для меня toys for you игрушки для тебя toys for everyone игрушки для каждого a brown teddy bear коричневый медвежонок a yellow doll желтая кукла вот здесь появилось слово да не только балерина но и doll кукла we are all having fun все веселимся и так надеюсь что у вас хорошо получилось за мной повторить давайте еще попробуем подпевать давайте еще попробуем подпевать вот такая песенка веселая если вы сейчас не успевали то отмотайте чуть-чуть назад и снова еще пропойте можете пропеть три-четыре раза это будет только на пользу да мы заставляем когда мы поем песенке попадать в мелодию и язык наш быстро шевелится мы быстро учимся произносить слова и это становится для нас уже привычным и не кажется нам таким сложным ну что ж вот такой небольшой урок у нас на сегодня получился я с вами прощаюсь you next time bye